Экзамены продолжаются. Пришли первые результаты по химии и литературе. 13 тобольских выпускников набрали максимальное количество баллов от 80 и выше. Юлия Новоселова наконец-то может передохнуть. Она заработала 100 баллов по химии. Этому предмету, который нужен ей для поступления в ВУЗ, она подчинила всю свою жизнь в старших классах. Для ЕГЭ не так много нужно знать. Олимпиады – это действительно уже, возможно, даже где-то вузовская программа. В этом году я победитель регионального этапа по химии, участник заключительного этапа, который проходил в Сириусе. Ну и уже второй раз я призер Всесибирской Олимпиады. Юлию увлекли наукой на курсах подготовки к Олимпиадам и в родной школе. Читала книги, искала в интернете. Когда приезжали преподаватели из Москвы, она к ним ходила. Я пыталась ее не испортить. Она самородок. Медико-биологический профильный класс в школе номер 12 открыли 4 года назад. Кандидат наук Елена Попова увлекла учащихся медициной и волонтерским движением. Не пришлось долго ждать результатов. Есть по химии у нас и 93 балла. Это тоже достаточно высокий результат. Евдокия Агапитова сдала экзамен по химии на 100 баллов. Гордость 12-й школы вмиг превратилась в легенду. Здесь все хотят узнать ее историю успеха. Химией я заинтересовалась еще давно. В 4-м классе, когда мне родители на Новый год подарили набор юного химика. Там можно было делать различные эксперименты и опыты. Я тогда впечатлилась и в 9-м классе решила на ОГЭ сдавать химию. Хорошо учиться родители не призывали. Она просто, как они, мечтает окончить университет и связать себя с медициной. Она мотивирована, высоко мотивирована, на 100% на учебу. У нее очень хорошо развита логика, у нее прекрасная память. И она, когда решает задачи, она выстраивает, мне кажется, это в уме сначала, а потом уже решение представляет. Золотой фонд Тюменской области предложил поощрять губернатор Александр Мор. Все выпускники, сдавшие ЕГЭ на 100 баллов, получат вознаграждение в сумме 100 тысяч рублей. Ольга Куричко, Михаил Куричко, Тобольское время.